Сочной эту онлайн-встречу не назовёшь. Иногда нужно взглянуть на ситуацию с высоты. Фрукт, повери. А что, так можно было? Коллеги, у меня идея. Значит, встряхнись космически с палпи Галакси. Многие столетия солнечная система была для нас загадочным миром. У наших предков было лишь туманное представление о том, как она выглядит. Со временем завеса тайны начала приоткрываться. Мы получили первые телескопы, а потом и зонды, которые могли подлетать достаточно близко к объектам Солнечной системы, чтобы их разглядеть. Мы даже смогли подобраться ближе к Солнцу. Эти изображения напоминают скорее кадры из фантастического фильма, но на самом деле это реальные формы планет и других объектов Солнечной системы. Приготовьтесь стать свидетелями фантастического зрелища! 1979 год. Оба Вояджера оказались близко к Юпитеру. Результатом этого стало целых 33 тысячи разнообразных фотопланеты и ее спутников. Это помогло раскрыть некоторые тайны газового гиганта. Например, Вояджер 1 сделал довольно четкое и детализированное изображение большого красного пятна, и мы наконец-то смогли как следует рассмотреть его. Мы пошли дальше, и уже в 2016 году космический зонд Юнона смог пробраться сквозь плотные облака Юпитера. До этого ни одному аппарату не удавалось подобное. Юнона не только сделала для нас очень качественные фотоповерхности, но и с помощью микроволновых частот изучила, какой уровень воды может быть в атмосферном слое. Вот на этом изображении можно рассмотреть особенности облаков Юпитера. Для этого на снимке увеличили контрастность. Год спустя Юнона запечатлела облака в тропической зоне газового гиганта. Там они достаточно больших размеров. Одна структура шириной и высотой около 50 километров. На этом изображении мы видим что-то похожее на молнию. Все потому, что вероятнее всего облака состоят из воды и аммиачного льда. Это и может способствовать появлению молний. На Юпитере потоки ветра приобретают очень высокую скорость – от 60 до 428 километров в час. Такая особенность атмосферы газового гиганта. Вот Юнона, когда была максимально близко к планете, сделала снимок потока номер 3. На изображении можно рассмотреть самые мелкие детали. Качество снимков улучшалось при приближении к Юпитеру. Вот еще один снимок от Юноны. Это огромные силы шторм, который появляется возле полярных областей раз в 5 недель. На этом Юнона не остановилась. Ей также удалось запечатлеть северные циклоны газового гиганта, которые длятся уже 5 лет. И мы знаем, что дальше больше, ведь Юнона завершит свою миссию только в 2025 году. Стоит заметить, что часто особенности освещения могут полностью изменить вид какого-либо объекта. Если поработать над характеристиками фотографии, например, повысить насыщенность, то мы можем рассмотреть то, чего не видели до этого. В случае с Юпитером ученые часто экспериментировали. Тем временем телескоп Джеймс Уэбб также радует нас новыми материалами. Именно благодаря ему у нас есть самые новые снимки Юпитера на данный момент. Не обошли стороной спутники газового гиганта. Вот Voyager 1 преподнес нам изображение поверхности Ганимеда, самого большого спутника не только Юпитера, но и всей Солнечной системы. Светлые фрагменты – это более молодые рельефные образования, а темные, наоборот, более старые. Есть и более детальные изображения спутника, как, например, это. Тут можно детальнее рассмотреть горный рельеф. Спутник Каллиста часто называют близнецом Луны. Поверхность у них во многом похожа. Каллиста также усыпан ударными кратерами. А вот на снимке 2001 года, который сделал аппарат Кассини, можно рассмотреть Ио. Еще один спутник. Вот более детальное изображение. Предполагается, что на Ио около 400 активных вулканов. Один из них носит название Рапатера. И он извергает огромное количество лавы. В целом рельеф Ио довольно разнообразный. Там даже есть горы, которые выше, чем земные. А вот еще один спутник – Европа. Аппарат Юнона подобрался к нему на расстояние в 350 километров. Поверхность Европы также неоднородная, с множеством углублений, горных рептов и трещин. Также в некоторых местах можно заметить фрагменты льда. Ученые предполагают, что причиной его появления мог стать внутренний океан с жидкой водой. Точно ли он там есть? Мы пока знать не можем. А мы тем временем переходим к Сатурну. Еще одному газовому гиганту, который находится на расстоянии 645 миллионов километров от Юпитера. Конечно же, особенностью этой планеты является система колец из космической пыли, фрагментов астероидов и комет. Их впервые заметил Галилео Галилей с помощью своего телескопа. Хоть тогда он и не подозревал, что увидел именно кольца. Изначально он придерживался версии, что это два спутника, которые находятся на близко расположенных орбитах. В 80-х годах Вояджер подобрался достаточно близко к Сатурну, чтобы мы получили такие невероятные снимки. Аппарат Кассини пошел дальше и преподнес нам снимки Сатурна, на которых были неоткрытые до этого спутники. Также зонт запечатлел огромные силы вихри, который вращается со скоростью 2000 километров в час. Цвета тут корректировались, чтобы показать длину волны ближнего инфракрасного излучения. Благодаря этому мы можем понять, например, как именно расположились облака. Красный – они низко относительно поверхности, а зеленый – высоко. Кассини также сделала вот этот интересный снимок облаков Сатурна. В атмосфере газового гиганта большое количество метана, поэтому солнечные лучи поглощаются и рассеиваются под действием атмосферы. На Сатурне северное сияние отличается от земного. На Земле оно выглядит вот так. А вот северное сияние на Сатурне мы просто так увидеть не можем, поскольку появляется оно только в инфракрасном излучении, в момент, когда атмосфера взаимодействует с солнечным ветром. Однако сейчас мы покажем вам кое-что более масштабное. Это панорама Сатурна, которая была создана из 165 разных изображений. Это действительно что-то невероятное. Не стоит обделять вниманием и спутники Сатурна. Среди всех особенно интересный Энцелад. На нем очень высокая геологическая активность, огромное количество гейзеров, которые оставляют после себя след, когда спутник перемещается по своей орбите. Это хорошо видно на одном из снимков. Интересно то, что этот след никуда не девается, и образовывает кольцо и у Сатурна. Также, основываясь на данных от Кассини, была создана полноценная карта Энцелада. На ней мы можем видеть область на севере, которая усыпана кратерами. Это значит, что тут рельеф довольно древний и давно не обновлялся. А вот на юге наоборот. Вероятнее всего, под поверхностью находятся гидротермальные источники. В теории они могут создавать оптимальные условия для существования простейших форм организмов. Еще один спутник Сатурна – Титан. Не только самый большой спутник данной планеты, но и объект, где может существовать жизнь. Аппарат Кассини нашел на нем следы озер, которые состояли по большей части из этана и метана. Появлялись озера в процессе выделения газа. Жидкий азот под поверхностью нагревается, переходит в газообразное состояние и оставляет после себя углубление. Вот это, например, довольно интересный снимок озера Киву-Лакус. На нем видно отражение. Обширное пространство жидкости на поверхности спутника могут говорить о наличии целых морей. Есть теория, что в этих бассейнах может обитать жизнь, не нуждающаяся в водной среде. Углеводородная по своему составу, она вполне может существовать в метановых озерах. Вояджер 2 во время своего долгого путешествия приблизился к Урану. Его по праву можно называть ледяным гигантом, на котором есть облака, северное сияние и даже система колец, хоть не такая заметная, как у Сатурна. Вояджеру удалось сделать несколько изображений, однако вскоре мы получим больше от Джеймса Уэбба. Телескоп уже преподнес нам снимок Урана и шести его спутников. И вот мы переходим к нашей главной звезде. К Солнцу. Сейчас мы получаем все больше и больше впечатляющих изображений. Ранее мы не могли подбираться к Солнцу на оптимальное расстояние, поскольку его температура достигает миллионов градусов. Ситуацию изменили современные телескопы и продвинутые космические аппараты. И вот НАСА запустило зонд Паркер, который смог пролететь сквозь внешний слой атмосферы Солнца, температура в котором достигает 1 миллиона 100 тысяч градусов по Цельсию. В результате мы получили вот такое изображение. Изображения нашей Солнечной системы продолжают поражать наше сознание. Хотя, казалось бы, мы уже видели все. На самом деле наше ближайшее космическое соседство скрывает еще много удивительного и неизвестного. Нас ожидают открытия, которые еще могут потрясти наше воображение. Скажите, какой снимок Солнечной системы вас больше всего впечатлил? А какие загадки нашей Солнечной системы все еще ожидают своего часа? Если это видео показалось вам действительно улейным, не забудьте это отметить. Поставить электронный палец вверх и обязательно подпишитесь на канал вместе с колоколом, дабы быть в курсе одним из первых о новых выпусках. У нас впереди еще много встреч с разными мега-суперпланетами. А комментарии с хэштегом «Смотрю Хаббл» попадают в следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok